Добрый день! Опытный завод сварочного оборудования имени Патона продолжает знакомить вас со своей продукцией. Сегодня мы поговорим об аргонодуговой сварке. В последнее время сварка ТИК стала очень популярной. Это объясняется тем, что с помощью нее можно выполнять самые ювелирные работы в сварке. Сегодня мы окунемся во все тонкости аргонодуговой сварки с помощью инвертора Патон АДИ-200 серии Профессион. Этот аппарат предназначен для решения множества задач в сварке широкого спектра материалов, таких как алюминий и алюминиевые сплавы, медь и медные сплавы, все марки стали, а также чугуны титана. АДИ-200П это лучшее предложение для аргонодуговой сварки на переменном и постоянном сварочном токе, а также для ручной дуговой сварки. Продолжительность нагрузки позволяет варить фактически непрерывно при номинальном токе. Данный аппарат оборудован цифровым интерфейсом, жидкокристаллическим дисплеем, что позволяет быстро и легко установить нужные параметры сварки. Аппарат имеет целый ряд преимуществ, среди которых хочется выделить присутствие встроенного осциллятора, который осуществляет бесконтактный поджиг дуги, возможность регулировки баланса и частоты тока при сварке алюминия и алюминиевых сплавов в режиме ТИК на переменном токе. Аппарат имеет повышенную надежность в условиях запыленного производства за счет правильной компоновки электроники и обязательной защиты ее лаком. На все греющиеся элементы установлена система тепловой электронной защиты. Это гарантирует, что в случае перегрева аппарат не сломается. Функция запоминания позволяет сохранять все заданные режимы после выключения до следующего включения. При использовании в условиях промышленного производства данная функция станет незаменимой для сварщика-профессионала. Плавная регулировка параметров. А сейчас давайте рассмотрим подробнее режимы сварки. Их три. Аргонодуговая сварка не плавающимся вольфрамовым электродом на переменном токе ТИК-AC. Такой режим используется в основном для сварки алюминия и его сплавов. Второй режим ТИК-DC. Аргонодуговая сварка вольфрамовым электродом на постоянном токе. В таком режиме варят стали, цветные металлы и их сплавы. И режим ручной дуговой сварки ММА на постоянном токе. Применение которого стандартно, как и в других сварочных источниках. А сейчас давайте рассмотрим конструкцию данного аппарата. Крепкий металлический корпус обеспечит надежную защиту и долговечность инвертора в суровых промышленных условиях. Все инверторы производства POTON имеют технологически правильную компоновку. И этот аппарат не исключение. Все продумано до мелочей. Узлы, требующие охлаждения, находятся в нижней части и обдуваются вентилятором. Оплаты управления расположены в верхней части и защищены от загрязнения, что значительно увеличивает срок эксплуатации. Вся электроника в аппарате покрыта двумя слоями лака. Это обеспечивает надежность изделия в течение всего срока службы. Все электронные платы выполнены роботизированным способом с использованием современных IGBT компонентов, ведущих мировых производителей, таких как Vishai, Toshiba, NXP и Infineo. Давайте рассмотрим возможности аппарата для каждого режима сварки. Режим аргонодуговой сварки на переменном токе TIG IC. В режиме TIG IC доступны все настройки для циклограмм сварочного процесса, таких как 2T, так и 4T циклограмм. Особенными параметрами для этого режима являются частота и баланс переменного тока, которые позволяют профессионально производить сварку алюминиевых сплавов. Режим пульсации позволит сваривать огромный спектр сварочных соединений. Например, детали разной толщины, тонкостенные детали. В сумме доступно 13 регулировок, что удовлетворяет как сварщика профессионала, так и новичка. Первое – режим кнопки на горелке 2T, 4T. Второе – предпродувка газа диапазоном от 1,1 секунды до 25 секунд. Третье – стартовый ток диапазоном от 5 до 185 ампер. Четвертое – время нарастания сварочного тока диапазоном от 0 до 15 секунд. Пятое – основной сварочный ток диапазоном от 5 до 200 ампер. Шестое – время спада диапазоном от 0 до 25 секунд. Седьмое – ток завершения диапазоном от 5 до 185 ампер. Восьмое – после продувка диапазоном от 0,1 секунды до 25 секунд. Девятое – баланс полярности тока диапазоном от 15 до 90%. Этот параметр влияет на соотношение очистки и проплавления деталей из алюминиевого сплава. Например, 90% – это максимальная очистка и минимальное проплавление. Десятое – частота переменного тока диапазоном от 15 до 250 Гц. Изменяя этот параметр, возможно добиться более качественных швов для разных положений сварки и раздела кромок. Например, для литых массивных деталей чаще используют пониженную частоту, а для тонкостенных деталей повышают частоту до максимума. Одиннадцатое – баланс пульсации диапазоном от 15 до 85%. Этот параметр выставляет соотношение основного сварочного тока с нижним током. Если 85%, то 85% – основной ток, а 15% – нижний ток. Двенадцатое – частота пульсации от 0,2 Гц до 500 Гц. Этот параметр позволяет сваривать огромный спектр сварочных соединений. Например, детали разной толщины, тонкостенные детали. Тринадцатое – нижний ток диапазоном от 5 до 195 А. При установке OFF режим пульсации отключается. Следующий режим аргонодуговой сварки на постоянном токе – TIG DC. В режиме TIG DC доступны все настройки для циклограмм сварочного процесса как 2Т, так и 4Т циклограмм. Также, как и в режиме TIG IC доступен режим пульсации, что позволяет сваривать огромный спектр сварочных соединений. Например, детали разной толщины, тонкостенные детали. В сумме доступно 12 регулировок, среди которых 1. Режим кнопки на горелке 2Т, 4Т. 2. Предпродувка газа диапазоном от 0,1 секунды до 25 секунд. 3. Стартовый ток диапазоном от 5 до 185 А. 4. Время нарастания сварочного тока диапазоном от 0 до 15 секунд. 5. Основной сварочный ток диапазоном от 5 до 200 А. 6. Время спада диапазон от 0 до 25 секунд. 7. Ток завершения диапазоном от 5 до 185 А. 8. После продувка диапазоном от 0,1 секунды до 25 секунд. 9. Баланс пульсации диапазоном от 15 до 85%. 10. Частота пульсации от 0,2 Гц до 500 Гц. 11. Нижний ток диапазоном от 5 до 195 А. При установке OFF режим пульсации отключается. 12. Дополнительная стабилизация дуги. Позволяет либо включить, либо отключить блок стабилизации горения дуги. Следующий режим RIF. Режим электрозаклепок. Этот режим позволяет проводить сварку электрозаклепок со стабильным тепловложением, а также может использоваться для быстрых прихваток. Имеет 4 регулировки. 1. Предпродувка газа диапазоном от 0,1 секунды до 25 секунд. 2. Время сварки диапазоном от 0,5 секунды до 5 секунд. 3. Пиковый ток диапазоном от 5 до 200 А. 4. После продувка газа диапазоном от 0,1 секунды до 25 секунд. Следующий режим режим MMA. Ручная дуговая сварка. В режиме MMA присутствует минимальный набор регулировок для произведения сварки ручным электродом, а также дополнительные функции, что позволяют даже новичкам сварить качественный шов. 1. Основной сварочный ток диапазоном от 5 до 200 А. 2. Баланс пульсации диапазоном от 15 до 85 А. 3. Частота пульсации от 0,2 Гц до 500 Гц. 4. Нижний ток диапазоном от 5 до 195 А. 5. Антиприлипание. 6. Горячий старт. 7. Форсаж дуги. Со всеми параметрами и их диапазонами регулирования подробно можно ознакомиться на сайте. А также в инструкции по эксплуатации аппарата есть подробное описание всех функций для различных режимов. Нужно отметить, что абсолютно во всех аппаратах POTON есть функции сброса настроек стандартным заводским. Для того, чтобы на данном аппарате вернуться к заводским настройкам необходимо. На выключенном аппарате зажимаем кнопку программ, удерживая ее, включаем аппарат. После того, как включается аппарат, нажимаем кнопку Enter, тем самым подтверждаем действие. Добиться эффективности процесса сварки и самого высокого качества изделий несложно, если у вас есть такой помощник, как POTON ADI-200P. Учитывая такой широкий спектр возможностей, сварочные аргонодуговые аппараты торговой марки POTON используются в самолетостроении, в судостроении, в медицине, автомобилестроении и во многих других сферах промышленного производства. А сейчас мы продемонстрируем процесс аргонодуговой сварки с помощью ADI-200P. Помните, перед началом работы обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и соблюдайте правила техники безопасности. Всегда используйте защитную маску и перчатки. Субтитры создавал DimaTorzok Берем алюминиевый присадочный пруток диаметром 2 мм и начинаем сварку. Теперь добавим режим пульсации. Для этого настроим параметры следующим образом. Сохраним настройки с помощью кнопки Enter. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры делал DimaTorzok Как всегда, радует соотношение цена-качество. Поддерживайте отечественного производителя. Покупайте украинское. Рассмотрим, что входит в комплектацию аппарата. Итак, сам источник. Ребята, качественная немецкая горелка Binzel. Трехметровый кабель массы. Удобный ремень для переноски на плече. И, конечно же, инструкция по эксплуатации, которую нужно внимательно изучить перед началом сварки. В ней вы найдете подробное описание всех режимов и функций, а также рекомендации по использованию и гарантийной талоны. Хотите себе такой аппарат? Или хотите получить консультацию специалиста? Тогда звоните в отдел продаж по телефону 044-259-4000. Или заходите к нам на сайт paton.ua. Наши специалисты помогут вам при выборе оборудования и аксессуаров. А также с радостью расскажут обо всех тонкостях органодуговой сварки и не только. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал и получайте пропуск в мир современных сварочных технологий. Вместе с видеообзорами оборудования от торговой марки Paton. До новых встреч на нашем канале. Ни брызг, ни зайцев. Субтитры создавал DimaTorzok